салам дэрли до старт поштырах здравствуйте дорогие друзья начинаем сегодня у нас пир вчера вечером отмечали в кругу семьи 25 человек поступление моих племянниц университета три племянницы поступили в университет старшая дочка младшего брата старшая дочка среднего брата и дочка сестры все они по 17 лет всем им по 17 лет я не все поступили в разные университеты факультеты так что собрались отметили и так как уже мои родственники все знают что я снимаю мукбанги а сама решки после мероприятия так скажем они угостили меня всем тем что мы там кушали но это уже бургер я сам сделал это был хлеб из-за мини хлеб хлебушки такие бургере мини сделал из них омлеты с сыром и с помидорами помидоры мурта и омлет с сыром такие бургеры мини или бутерброды уже как не знаю сказать друзья вот это что такое это мини азербайджанские кутабы они у нас очень знаменитые мини кутабы некоторые из них с верблюжьим мясом очень очень популярно в азербайджане несколько мест всего есть на побережье каспийского моря в боку где их подают вот в одном из этих мест и мы были вчера короткое видео я поставлю шашлыки из баранины люля кебаб вот азербайджанской национали еще одна национальная бастерма это говяжье мясо специально приправленная и приготовленная долго тоже азербайджанской национальной напиток еда тоже будем пить квасок и маринованная капуста и так начинаем начну прямо с кутабов мини кутабов посмотрите какая красота прожаристая вот это с мясом верблюжьим мясом друзья я работал несколько лет на ферме предместе баку где был я там юристом и верблюжье мясо мы тоже продавали кстати были у нас верблюда сумахом это такая кисленькая приправа который взбивает жир держит это тоже с верблюжьим мясом это очень вкусно вот это упало сейчас возьму это люля кебаб не бойтесь не на пол прямо на стол какая красота уберем шампур от греха подальше очень нежное мясо объедение просто выпьем долги холодные так как верблюжье мясо такое редкое у нас считается тоже вот штучка одна такая маленькая вот штучка сейчас цены везде наверное у вас тоже поднимается она практически дошла до одного доллара одна штучка верблюжье мясо немного такой сладковатый привкус когда я работал на ферме я приносил домой с турками я тогда работал матери не нравилось специфический запах был вы ближе мясо неприятный таком вот как раз кутаби он не чувствуется люля кебаб сочный сочный острый кетчуп шашлычный так так и так 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 Видите, какие румяные булочки. Дальем. Доедим уже кутабы, друзья. Кутабы было 4 вида. С зеленью, с сыром. С говяжьим мясом и с верблюжьим мясом. Кутабы был static. Вот который послаще, это верблюжье мясо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вот Кича Киабаб Ой Это домашние мини шампуры, друзья Очень удобно. У меня есть домашний мангал Вот там подогреваю всегда Давайте это тоже поближе Вот так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это бастерма из говядины Очень сложный процесс ее делать Что я даже не знаю, что сейчас начать кушать Остреньки Остренький Нут там внутри нут На азербайджанском мы называем нут нохут Это тоже убираем Так Приведем немного в порядок наш стол Не люблю, когда беспорядок Так, это сюда Это сюда Это сюда Так, сейчас один бургер съем Вот этот Это с омлетом Томатным Сыр там еще Немного подальше Немного подальше Немного подальше Немного подальше Вкуснота Вкуснота Куда упало? Сюда Сюда В конце кое-что скажу Некоторым зрителям Жилистые но вкус совершенно отлично но вкус очень вкусно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 в том, что такое АСМР, мукпанги. Это первая тема. Вторая. Пишут в последнее время очень часто. Не доедаешь до конца. А это пишут не только из Азербайджана, но и из-за рубежа тоже. Почему не доедаешь до конца? Нужно все съесть. Друзья, в отличие от тех ляпонских, корейских или китайских мукпангеров, особенно девушек, ну и мужчин тоже молодых, которые дурят людей и вешают вам лапшу на уши, когда накладывают на стол, там, я не знаю, по 10 килограммов еды и съедают, как будто это за раз. Зайдите в поисковики, напишите, и тогда узнаете, что эти люди вас обманывают. Ну, чтобы было больше зрителей, чтобы понравиться. Идут на обман, частями снимают, потом их склеивают в эти видео. Это делают так профессионально, что вот редко кто может заметить. И вам кажется, что вот прям эта 40-килограммовая девочка съедает прям 5 килограммов там какой-то жирной еды, закусывая при этом чесночком или там чили-перцем. Как вы думаете, ее желудок может вынести вот такое количество еды? Нет, конечно. Не говоря еще, от сердца. Я, в отличие от них, хотя мне тоже советовали и местные, и вот некоторые другие постоянные зрители, которые общаются со мной по имейлу. что тебе стоит? Накрыл на стол, начал кушать, насытился, останови видео, часа через 2, 3, 4, когда будешь ужинать, допустим, снова садись за стол, включай видео, докушай всю еду, потом профессионально вот это, я уже могу работать над видео, могу я это сделать, порежь, склей, и все, и будет у тебя больше зрителей, больше дохода, друзья, я не хочу, я кушаю для того, чтобы не обжираться, у меня не обжор, есть такие контенты с обжором, там обжираются, чуть ли не вырывают в конце, вам нравится, это, пожалуйста, без проблем, я люблю вкусно покушать, не все подряд, конечно, то, что мне нравится, люблю эстетику, чтобы все было красиво подано, оформлено, подано, и ем столько, сколько не поместится, вот, сколько смогу, или вот как только я вижу, что все, я насытился уже, я стараюсь больше не кушать, чтобы не переедать, чтобы не было проблем с лишним весом, не было проблем там с сердцем, или там другие болезни, поэтому я кушаю столько, сколько могу, и считаю нужным, так что вот, нравится вам, смотрите, пожалуйста, не нравится, очень много других каналов, тысячи, пожалуйста, находите других и смотрите, я просто устал отвечать на комментарии, там, каждый день буквально по несколько человек уже пишут, не знаю, неприятно читать такие комментарии, жуй, не жуй, вчера одна мне пишет, ты не жуй, ты глотай, наверное, она вот сейчас будет смотреть, а вы сами попробуйте, приготовьте три блюда, допустим, поставьте на стол и не жуйте, особенно мясные и глотайте, потом посмотрите там к вечеру что с вами станет или сразу после еды, так что со стороны смотрите, там давать умные, умные комментарии легко, а вот адекватно смотреть на видео и оценивать, это совершенно другое к счастью у меня адекватных зрителей тоже очень много эти мои видео для вас и мужчины и женщины прекрасный пол обожаю вас очень люблю читать ваши комментарии комментарии каждый раз когда читаю что вам нравится получают это удовольствие потому что все эти видео все эти контенты нас рассчитаны на зрителей своих чем больше постоянных твоих зрителей тем больше просмотры тем больше положительных эмоций друзья иногда положительные эмоции поддержка комментарии очень очень помогают в трудные минуты признаюсь в этом и особенно после работы придешь домой как в фильме помните вокзал для двоих на базаре там ситуация басилашвили продает гурченко помогает и одна женщина которая советует посмотреть дома в зеркало говорит придешь на базар отдохнуть и тут тебе нахамят а у меня вот наоборот придешь домой отдохнуть и тут тебе нагрубят в комментариях так что друзья желаю всем позитива хорошего настроения побольше юмора чтобы смеялись спасибо у меня есть такие зрители спасибо вам огромное вот целую мои поцелуи это вам которые пишут очень позитивные смешные комментарии я просто умираю со смеха когда читаю спасибо вам огромное помогает настроиться улучшает настроение самочувствие так что люблю вас друзья надеюсь сегодняшняя еда вам тоже понравилась посмотрите короткие видео я поставлю как мы там танцуем азербайджанскую музыку как у нас тут отмечают разные события дни рождения в ресторанах надеюсь вам тоже понравится люблю пишите из какой страны вы смотрите очень много пишут последнее время средняя азия казахстан узбекистан спасибо спасибо огромное всем россия украина очень очень много зрителей русскоязычных а еще последняя тема тематика тоже в последние дни почему-то начали писать местные пишут из азербайджана почему ты не разговариваешь на своем родном языке даже из турции написал что это за язык ты говоришь друзья я отвечаю всем вот через эфир решил тоже ответить почему я только приветствую на трех языках на азербайджанском на русском и на английском потому что вот эти три языка самые распространенные среди моих зрителей которые смотрят мой канал но есть же статистика в творческой студии могу заходить и смотреть 90% моих зрителей это русскоязычные зрители друзья поэтому я предпочитаю разговаривать на русском языке чтобы обратиться к большей к аудитории местные мои соотечественники составляют всего лишь 3% про турцию вообще не говорю там 1% поэтому друзья я и разговариваю на русском языке ну и тем более что я показываю местные блюда в основном азербайджанские блюда вы и так все знаете те которые смотрят азербайджан я хочу распространить вот эту прорекламировать нашу еду за рубежом поэтому мне легче разговаривать с людьми с зрителями на русском языке или на иностранных языках чем на местном азербайджан азербайджанцы они все равно знают все про нашу местную еду поэтому я думаю не очень интересно так смотреть и слушать на азербайджанском то что я говорю они так это все прекрасно знают а мои русскоязычные зрители нет они очень много черпают информации из моих видео и эта информация полезная оказывается потому что я чувствую отдачу когда пишут что вот впервые видят допустим то блюдо конкретное это блюдо нравится вчера был комментарий из России мужчина парень написал что влюбился прямо в азербайджанскую еду мне это очень приятно так что я могу преподносить преподносить нашу еду так чтобы людям нравилось и чтобы они узнавали азербайджанскую культуру путем вот этой еды национальной национальной кухни так как национальная кухня тоже одна из частей национальной культуры любого народа в мире так что друзья вот не обысути я объяснил три проблемы были набралось у меня уже устал отвечать поэтому решил лучше через свое видео отмечу отвечу чтобы люди вот те которые наверняка будут смотреть тоже чтобы они услышали может быть нашли ответ на свои вопросы так друзья разговорился маленький эпилог друзья почему также на русском я учился и в школе и в университете на русском языке моя мать она преподавательница русского языка и литературы для начальнику для начальных классов была работала долгие годы в регионах азербайджана и научила нас своих детей четверых тоже русском языку но это было естественно советские годы но среди всех четверых детей я единственный который учился в русском секторе я старший брат у меня еще два младших брата и сестра сестра на год старше меня вечно из-за этого проблемы она кстати тоже смотрит передает привет так что вот так друзья объяснил надеюсь все стало на свои места и понятно но все равно вот такое вот накладывалось у меня несколько дней поэтому я захотел раскрыть вот эту тему спасибо что досмотрели до конца если вы до сих пор сейчас смотрите целую всех кто досмотрел до конца друзья но всем зрителям своим не зависит от того сколько минут смотрели желаю счастья благополучия мира над головой друзья самое главное и чтобы ваше настроение всегда было хорошим до свидания до новых встреч